Допрос с пристрастием. В эти минуты Терезе Мэй устроили однопартийцы в парламенте. Премьер, похоже, так спешила, что даже надела пиджак не по размеру, но подготовиться все равно не успела. Вместо ответов очередные хайли лайкли и никаких доказательств. Об оправдательной речи премьера наш собственный корреспондент в Лондоне Виталий Ханин. Словно школьник перед всем классом, Терезе Мэй должна отчитаться перед британским парламентом. Она не спросила разрешения у Палаты представителей перед нанесением удара, и ее внутренние политические соперники готовы наброситься на премьер-министра. Все указывает на то, что это была спланированная химатака. Британские эксперты проанализировали данные из открытых источников, фото и видео с места событий. И пришли к выводу, что все жертвы пострадали от ядовитых химикатов. Мы уверены, что это нельзя сфальсифицировать в таком масштабе. Видимо, чтобы сбить градус напряжения, свой доклад она опубликовала еще накануне, указывая, что в Сирии Соединенное Королевство защищало свои интересы. Боролась не только против применения химоружия на Ближнем Востоке, но и в Англии, видимо, намекая на инцидент в Солсбери. В своем обращении к парламенту Тереза Мэй упирала на тот факт, что США, Великобритания и Франция действовали при полном одобрении мирового сообщества. Характерно, что перечисляя лидеров, с которыми она якобы связалась накануне удара по Сирии, она начала с канцлера Германии и премьер-министра Италии, которые как раз и отказались участвовать в этой военной авантюре. Впрочем, нужна ли на самом деле была эта поддержка? Эксперты сильно сомневаются. Даже британские журналисты признают незаконность военной операции, а участие королевской авиации в ней лишь попыткой Америки замазать в преступлении как можно больше западных союзников. Иначе как еще объяснить, что 90% ракет было запущено именно американской флотилией? Америке просто нужна была политическая поддержка для этой незаконной военной операции. Они не просили военной помощи от Лондона или Парижа. Я думаю, что американцы в приватной беседе так и сказали. Вы знаете, что нам не нужна ваша военная поддержка, но будьте добры, поддержите нас политически и морально. Пока Тереза Мэй пыталась отвечать на вопросы представителей общин на улице, у здания парламента собралась внушительная толпа из тех, кто выступает против бомбежки Сирии. Протесты, которые продолжаются и в эти минуты, начались еще в обед с одиночных пикетов. Эдвин вышел с табличкой «Давайте вместе работать ради мира во всем мире». Нападение Запада на Сирию, он, как и многие британцы, считает попыткой развязать Третью мировую. Смертельно опасной попыткой. Это жестоко, очень жестоко. Люди должны хорошо подумать, прежде чем принять такое решение, бомбить страну. И это решение должно быть общим, мировым, потому что это мировая проблема. Судя по всему, похожее мнение и у того самого мирового сообщества, на которое ссылается Тереза Мэй. Сегодня же главные министерства иностранных дел Европы обсуждают Сирию в Люксембурге. Вот что говорят те, кто должен был поддерживать Великобританию, Францию и США. События последних дней, я считаю, указывают всем очень четко на то, что необходимо сейчас сделать все возможное, чтобы не произошла эскалация. В последние дни этого не произошло. И прежде всего, необходимо продолжать политический процесс. Нравится это или нет, без России конфликт в Сирии не решить. Нужно возобновить диалог по сирийскому досье, будь то с Ираном или Россией. Мы заинтересованы попытаться оказать достаточно сильное давление, чтобы суметь вернуть на путь политического диалога. Примерно так же миролюбиво, как ни странно, высказывается и Эммануэль Макрон, который выступил в прямом эфире политического ток-шоу. Впрочем, ведущие французского президента не жалели, задавая один вопрос про Сирию за другим. И в итоге он запутался в показаниях. То ли надо наказать Россию за поддержку Ассета, то ли конфликт нужно решать дипломатическим путем. Мы готовим политическое решение, чтобы содействовать переходному процессу. В интересах урегулирования необходимо взаимодействовать с Россией, Турцией и Ираном. Но есть и другое объяснение применения крылатых ракет еще до того, как эксперты ОЗХО добрались до Думы, где якобы и было применено химическое оружие. Ведь приедут они на развалины, а значит и улики искать будет негде. Как теперь доказать, что гибель 200 человек от хлорной бомбы не более чем постановка? Я уверен, что эту ситуацию спровоцировало безрассудное поведение наших западных коллег, которые обвинили сирийское правительство и нас, как их покровителей, в применении химоружия против мирного населения, не дождавшись миссии ОЗХО, которые бы изучили место. По правде говоря, тогда, когда ОЗХО было на пути в Сирию из Ливии, они нанесли удар. Сергей Лавров выступил в эфире британской телекомпании BBC. И, судя по всему, внушительная часть населения Европы его все-таки услышала. Ведь миролюбивая риторика политиков после использования крылатых ракет стали уже привычным ходом, в который не верят даже сами жители Запада. Протесты прошли не только в Англии, но и в Греции, где толпа попыталась снести памятник Гэри Трумэну. Виталий Ханин, Кирилл Андронов, Алена Яманова. Известия из Лондона специально для РЕН-ТВ.